здравствуйте михаил ну что ж вы молодец но давайте мы делать таким образом что если вы уж делаете профессионально то делайте профессионально до конца и так конечно на сегодняшний день то что вы описываете в языке для новичков это написано конечно русскими словами но ничего они с этого не поймут уровень у вас высокий несомненно на самом деле я не зря давал задание это потому что я сказал если доводите до полного профессионализма то вы доводите уже до полного профессионализма а есть вещи вот я вам показываю момент которым дам задание лангчейн библиотека сейчас мы посмотрим пожалуйста это у нас же с мы сейчас работаем с вами с атрибутами как вы видите то что вы изучаете в python будет перекладываться абсолютно любой язык в точности у вас не должно быть преграды в данном моменте да без разницы работаете с классами с функциями вообще ни в каком языке сейчас да что выросла сильно выросла за этот раз если когда вы писали кода писали легко куда использовали атрибуты но тем не менее с проверками были проблемы сейчас я вижу буквально за две недели вы поправили этот момент у вас добавилась проверок добавилась проверок то есть этот вопрос решается поняли что проверяется тип хотя здесь пока вопрос спорный думать надо в данном случае потому что если вы посмотрите то что вы описывали раз локейта маги то в данном случае окно а значит если не windows тип поэтому там вам надо чего-то придумывать либо писать как жанга отдельную функцию но она пользовался на пользователя рассчитывать нельзя что он спишет там лето или июль это как-то по-другому надо делать но это уже реализация которую вы будете думать и так это задание было дано для того чтобы проверить только один момент обратите внимание и у вас он немножко выпадает миш объекты класса поддерживают два вида операции ссылки на атрибуты экземпляр когда вы пишете я вас понимаю но здесь имеет значение не сам атрибуты экземпляр а ссылки и это работает абсолютно в любом языке программирования где я показывал java script это будет все одинаково работать тут тоже ссылка поэтому вот этот момент надо очень четко понимать здесь миш не цепляния а в том что если вы делаете профессионально то делайте профессионально на высоком уровне до конца чтобы это был высший пилотаж грамотно составили и так было задание объяснить класс были даны два исходных кода они совершенно разных и задача была еще раз уяснить что с человеческой стороны логики до каждый каждая библиотека делаешь что-то свое но если смотреть со стороны языка программирования везде происходят одни и те же вещи работа с атрибутами является основной по сути дела когда человек разбирается с атрибутами он прекрасно работает с классами здесь вы приводите свой пример класс озеро с именем с именем и я вижу что вы добавляете сразу исключение наконец-то она действительно правильная неверный тип введите имя то есть проверка на тип что она должна быть строкой в данном случае на самом деле вам если вы писали эту программу для себя на самом деле да именно то вам бы пришлось много проверок писать намного больше чем вы думаете вот теперь ну это придет самое главное что что разобрали что в первую очередь проверяется тип тем не менее вам надо взять на заметку вот эту простую вещь обратите внимание вот этот механизм который реализован в жанга вам очень хорошо знаком часто используемые функции часто используемые функции функции get object tor 404 где присылается на чайник getCueReset если мы посмотрим getCueReset то мы видим что здесь идет выборка и менеджер а здесь добавляется еще и модель иными словами идет предварительная обработка этот прием надо прекрасно запомнить и дальше идет очень простая работа написания своего кода как объекта в первого класса и пошла уже реализация здесь вы начали я знаю изучать метаклассы нам с вами предстоит разобраться с паттернами хорошо бы начать еще уже писать более сложные программы это раз тем не менее по атрибутам еще не закончено не закончено не закончено по атрибутам не закончено немножко по типам сейчас как раз таки вы способны разобраться в тонкость атрибутов полностью все определения у вас правильные они к месту а про орехи обратите внимание а объекты класса вот вы писали да да это мелочь но оно имеет значение потому что я сказал не важно что создается экземпляр важно что он создается через ссылку это имеет огромнейшее значение и относится к любым языкам программирования вот здесь смотрите объекты класса поддерживают создание объектов экземпляров у вас идет нормальное описание правильное точное здесь вы уже применяете да правильное название ссылка на объект памяти это важно это важно понимать потому что еще раз говорю не важно что создается экземпляр важно что он создается по ссылке и только по ссылке больше ничего и это относится абсолютно к любым языкам программирования еще раз говорю независимости от языка программирования это будет всегда ссылка это надо помнить я не задавал вопрос по атрибутам класса разделению атрибута экземпляра там есть тонкости тем не менее вы это описали это уже хорошо мне очень понравилось что все таки вы разобрались с этим моментом когда я вас задал вопрос в чем разница между ruat 2 и ruat 1 да действительно это экземпляр это обычная переменная которая абсолютно равноценна классу ruat test вы объяснили там готов да я видел объяснение вот этого метода который вы сделали ниже готов то есть вы сельф убрали намеренно молодец это прекраснейшая методика когда мы берем элемент, который прекрасно знаем, как будет работать по сути дела у нас нет ссылки на экземпляр здесь четко понимаете понятно, что работать ничего не будет опять выпадает вы все, я вас понимаю но я еще раз говорю, я не зря задал это задание потому что пускается из виду самое интересное, когда вы описывали объект первого класса, вы прекрасно описывали ссылки вот смотрите, вызов метода объекта экземпляра выдает исключение, что нет объекта экземпляра, на которой указывает сельф тогда у меня к вам уточняющий вопрос что есть ссылка на экземпляр я понимаю, что вы это объясняете но теперь просто когда будете делать следующее задание покажите ссылка на экземпляр выглядит таким образом все это у вас есть но без этого акцента тем не менее когда вы начали рассматривать реальный код реальный код у вас появились все эти слова то есть вы это знаете миш миш в обучении всегда это труднее я понимаю насколько вот это старание насколько вы выросли да но я вам сказал что если вы делаете профессионально делайте досконально профессионально чтобы не было вообще никакой червоточинки человек человек вообще может вырасти меньше чем за год миш я вижу что вы хорошо справляетесь еще раз повторяю на сегодняшний день ваши комментарии программистам выше среднего не будут понятны именно тем кто копирует код но пожалуйста предъявляйте к себе вот такие требования как предъявляют к себе разработчики Джанго если оно профессионально значит оно профессионально я не зря дал это задание еще раз говорю ведь вы четко написали опираясь на то что написал когда-то гвидовом росом объекты класса поддерживают два вида операции обратите внимание ссылка на атрибуты экземпляра соответственно мы дальше можем задать вопрос а экземпляру что будет понятно единственной операцией понятной объектом экземпляра являются ссылки на атрибуты ссылки ссылки вот эти моменты у вас выпадают и это вас потом начнет разделять другими языками хотя во всех языках программирования JavaScript Go Dart это будет всегда так потому что никто кроме указателей ничего нового не придумал и не придумает вы вырастили сильно но все-таки вот с моментами лето-весна вам стоит посмотреть на код Django и подумать да дайте вы пользователю писать что ему вздумается но проверьте то чтобы это соответствовало это придумайте как-нибудь да то есть Django разработчики нас в словах в словах они не ограничивают в названиях но к себе они предъявляют высочайшие требования при этом ту библиотеку которую я вам дам сегодня вы с ней уже работаете LongChain она написана совершенно по принципу Django там взята вся стратегия Django вплоть до создания моделей на мета-классах иными словами тоже так круто написано две основных реализации JS и Python при этом если взять вот здесь есть ссылка на документацию здесь вот такой вот принцип смотрите сейчас когда мы выходим здесь документацию здесь мы находим просто и среди документации обязательно они ставят API что легко нам получается работать вариантов много да приводят примеры и дальше пошли вот API reference да базы веб-базы загрузка да и дальше то что в исходном коде они прекрасно описывают то есть вот он класс и здесь мы тоже по принципу разработчиков жанга читаем путь иными словами коммунити документ ладерс веб-парсе веб-базы лад то есть легко найти если не используем имакс чтобы сразу найти да легко найти где это в исходном коде возьмите сейчас несколько вещей сейчас мы возьмем ланчейн коры возьмем мы колбеки возьмем базовый файл вот вам раз файл и два остальных знакомых файла то что вы отрабатывали сейчас то есть я вам даю раз файл это уже домашняя задание следующее вы его способны уже сделать на высоком уровне раз дальше то что вы уже и отрабатывали оно вам будет проще две ссылочки две ссылочки ап 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 ну я их скопирую понятно да сейчас посмотрим то есть вам три ссылки сейчас зачем давайте давайте вопрос первый вы все написали теперь я бы хотел чтобы вы это полностью уточнили ссылка на экземпляр открываете любой файл и говорите ссылка на экземпляр выглядит вот так оба на не то немножко дал а сейчас секунду две ссылки просто не заметил не обязательно оно будет в коде то есть может документации увидите либо отсюда просто покажите как вы понимаете как будет выглядеть ссылка на экземпляр это раз выглядит так ссылка на атрибут выглядит так напишите код чтобы проверить это а теперь самый главный вопрос сейчас вы способны в этом разобраться а какие вообще бывают атрибуты что может быть атрибутом я видел что вы писали там атрибуты метода атрибуты данных это все прекрасно но у нас есть совершенно конкретный код есть совершенно конкретные атрибуты надо открыть файл в данном случае возьмем джанга любой из трех открывайте на основании которого вам будет проще там и объясняйте и мы видим да что в любом случае появляются определенные разные атрибуты что атрибуты разные да но тем не менее можно о них сказать нечто конкретное то есть по сути дела чтобы применять атрибуты нам надо четко понимать где мы их будем брать и в каких ситуациях ну нам надо как-то в голове это сформировать до понимания что может быть вообще атрибутом это хороший вопрос новичкам он не под сил вам уже под сил поэтому хорошо бы посмотреть все эти разные три файла исходного кода и то что вы написали атрибуты метода атрибуты данных расписать более конкретно как они проверяются и в каких случаях что в них проверяется частично везде вы на эти вопросы ответили сейчас я хочу от вас добиться чтобы у вас убралась вообще перегородка между любыми языками чтобы вы раз навсегда запомнили что не важно как создается экземпляр важно что это ссылка все другого просто не существует не важно что как создается атрибут что он создается это понятно а важно что экземпляр понимает только ссылку на атрибут именно ключевое значение является ссылка когда мы с вами работали си плюс плюс вы прекрасно справились с заданием с указателями поэтому что такое ссылка вы четко понимаете что это обычный указатель не более того внутри языка да то есть как это происходит представить себе можете это надо настолько твердо представить потому что не будет иметь значение с какими вы языком работаете dart js или любой другой язык ссылка на атрибуты всегда будет ссылка ничто иное ни в каком языке не будет здесь не важно python или что-то просто в python описано доступно описано широко если взять например javascript современные учебники то там все сделано непрофессионально об этом даже нет атрибута и свойства обратите внимание здесь ничего не будет указывать что это ссылка то есть по сути дела по сути дела учебник пишется непонятно для кого да вроде все правильно написано да называется свойством эту информацию на самом деле люди выбрасывают да для них непонятно а когда отсутствует ссылка значит что выпадает что это значение однозначно ссылка не может ссылаться на пустое место ссылка может ссылаться только на значение а у значения всегда есть тип вот тогда все становится на свои места в иных случаях это просто белиберда которую надо запоминать что это происходит неким образом со стороны человеческой человеческой логики каждая библиотека джанга делает свое если мы вот так возьмем да сейчас я открою вот открою раз файл открою два файл и открою три файла это три разных библиотеки со стороны логики человеческой чем руководствуется 90% программистов копирующих код а это руководство заключается в том что что делают люди люди делают следующее например им надо составить модель джанга да что они делают это вы научились объяснять что в данном случае создается экземпляр класса и ваши знания позволяют понять что дальше пойдет работа через атрибуты все банально и просто но программисты копирующие код они просто запоминают общую конструкцию пишут некое имя а дальше просто повторяют и в конце концов никогда не приходит понимание единственное что они могут дальше пойти копировать вот сейчас я от вас добиваюсь чтоб что произошло библиотека раз это базовый файл джанга это файл тога да приложение ап а это 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 мы к сожалению он к чейн да окей и так три разных библиотеки и мы отбрасываем логику человека если вы посмотрите со стороны профессионального программиста то со стороны программирования все эти файлы будут объясняться практически одинаково человеческая логика что делает библиотека она разная но если со стороны программиста у вас будет присутствовать только одно знание это работа в основном с атрибутами все дальше будет где-то объекты первого класса где-то будут переменные но в принципе все равно работа с атрибутами и это то в чем вам надо разобраться то что вам даст возможность создавать свой код и понимать как вы это делаете а если вы еще разберетесь еще в человеческой логике то в принципе это будет вообще красота и песня вот именно поэтому сейчас стоит очень острый вопрос какой эти вопросы ссылка на экземпляр выглядит так ссылка на атрибут выглядит так как нам это проверить я видел что вы делали я бы хотел чтобы вы заострилили на это внимание проверить через исключение на любой конструкции чтобы понять а если ссылка отсутствует что будет а теперь нам надо свести вот есть мы открыли с вами три разных библиотеки и здесь совершенно разные атрибуты совершенно разные одни будут атрибуты относиться к переменам другие к объектам первого класса тоже переменам третьи будут относиться еще к чему-то но в конце концов их не может быть бесчисленная множество есть определенные категории из чего вообще брать эти атрибуты прежде чем нам писать нам надо понимать вообще где мы будем брать сколько как правило может применяться атрибутов один два три и почему 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 мы применяем в одних случаях три атрибута в других два чем это будет отличаться вы вот это объясняли но тем не менее момент хороший та же технология которая используется если вы узнаете да в тога абсолютно одинаковые технологии я думаю здесь мы найдем эти технологии просто не тот немножко файл открыли секунду встретись на вопросе что может быть атрибутом есть же определенные да вы ответили что атрибуты данных атрибуты методов а в языке где они что я создаю или то есть вы создаете что язык дает но ведь это надо четко знать откуда мы будем брать атрибуты иначе что мы там напишем именно вот этот момент вас сегодня тормозит в исключениях чтобы вывести исключения в программах на высочайший уровень ваш не задание дал если вы понаблюдаете то на самом деле есть у меня очень простая логика обратите внимание когда вы описывали объект первого класса я сказал что это хорошо действительно хорошо я вас понимаю но помните я вам сказал что есть недочеты это уже будем говорить так высокий уровень но Миш это же не то что вы хотите поэтому еще тогда я подумал что поэтапно в несколько этапов надо будет вас привести к тому чтобы вы поняли что вы можете писать код высшего пилотажа здесь вы прекрасно разобрались и поняли что такое объект первого класса и объяснили его на конкретном коде из джанга то есть прекрасно но тем не менее тем не менее тем не менее сразу бросились мне в глаза возвращают как сказать применение метода аль а здесь же имеет значение если со стороны программиста каким образом он применен да то есть как атрибут идет ссылка конкретно на значение ссылка на значение я на тот момент правильно ваше внимание было переключено и это просто выпало тогда уже я понял что вы можете но пока упускаете потом мы сделали с вами несколько шагов сначала мы привели в порядок атрибуты следующим шагом мы взяли документацию и привели все это на профессиональный язык это будет с одной стороны вашей сильной стороной а с другой стороны меж вашей болью даже программисты намного выше среднего вас понимать не будут потому что они копируют код ну да не расстраивайтесь объясняйте им попроще ну грубо говоря берешь эту херню и прибавляешь сюда объясняйте им так тогда но от себя требуйте колоссально правильного понимания если уж пошли профессионально то становитесь вот так как делают разработчики джанга если высший пилотаж значит он во всем и до конца добивайтесь этого обратите внимание за две недели вы выросли в исключениях все просто все сейчас получается только надо довести до ума атрибуты атрибуты это и есть полный ключ классам в принципе то что я хотел сказать я этот файл вам перешлю ваше внизу только то что я задал я это сказал поэтому сейчас вам надо подумать сгруппировать начиная подсказку даю с атрибутов данных атрибутов методов да методов конкретизировать это то есть что может быть атрибутом в каких случаях сколько их применяется иными словами у вас появится почва для размышления и конкретного применения и улучшится чтение кода при этом архиважно я еще раз обращаю внимание на ссылки потому что это будет происходить в любых языках никто не придумал ничего кроме указателя C++ никто ничего не придумал и не придумает потому что это удобно надежно и правильно поэтому после этого момента у вас язык вообще должен перестать иметь значение атрибуты будут везде работать одинаково в Python просто они описаны очень-очень круто а как я вам показал современные учебники там слов о ссылках или понимания о ссылках вообще нету то есть этот момент полностью упускается почему потому что люди просто забыли люди не знают что такое ссылка люди не понимают как это устроено и в итоге что у них выпадает основной смысл где ссылка там всегда будет значение потому что ссылаться может только на значение определенного типа а значит если они этот механизм не понимают они будут пытаться запомнить конструкцию потом следующую потом следующую но это же дуристика но ведь проще понять механизм а зачем тогда запоминать эти конструкции поэтому большинство документации она просто глупая вот и я сейчас хочу чтобы вы до конца разобрались в этом механизме они пытались анализировать какие-то конструкции да пусть их будет тысячи но все они будут работать абсолютно по одному и тому же принципу вообще-то Миша вы справитесь это занятие я сделаю открытым здесь есть что показать меньше года такие результаты это круто конечно spb-tut.ru кому интересно индивидуальное обучение ссылка в описании спасибо спасибо